Агератум Добрый день! Этот цветок называется Агератум. Это сильно ветвистое компактное растение высотой от 15 до 50 см с темно-зелеными опушенными сердцевидными листьями. Растения имеют много ответвлений, которые опушены волосками небольшой длины. По своей форме листья могут быть треугольными, ромбическими или овальными. По краям зубчатые, расположенные супротивно. Цветки у Агератума небольшие, узкотрубчатые, душистые, обои полые. Рыльца и столбик почти вдвое длиннее венчика. Это дается цвете необычайно декоративными и пушистыми. Окраска цветков чаще голубая, но есть сорта с белыми, синими, сиреневыми или розовыми цветками. Агератум – светолюбивое, теплолюбивое и засухоустойчивое растение, требующее умеренного полива. Растения повреждаются даже небольшими заморозками, поэтому высаживать в открытый грунт его надо после окончания периода возвратных заморозков. Растение очень любит свет и тепло. Ни ветер, ни дождь совершенно не портят его декоративность. Растение предпочитает открытые солнечные места, хотя переносит и полутень, но при этом яркость и красочность сникает, растение вытягивается и слабо цветет. Агератум не слишком прихотлив к грунту, но более роскошно выглядит только на суглинистой, супесчаной, некислой, продовародной земле. Он не переносит сырых и каменистых почв, может болеть от избытка влаги, не любит удобрения почвы свежим навозом. Растение почти не требует ухода, хорошо переносит пересадку, после чего хорошо отрастают и быстро покрываются цветками. Для лучшего цветения необходим умеренный полив и желательно подкармливание минеральными удобрениями. В основном садоводы размножают агератум семенами. Их высевают в марте или начале апреля в парники, чтобы получить рассаду. Так как семена довольно мелкие, то их лишь немножко присыпают почвой. Полезно все время от времени опрыскивают водой, накрывают ящики стеклом или пленкой. Первые всходы появляются через 7-12 дней. В периоде двух листочков растения пикируют либо в парники, либо в горшочки. Ухаживание за рассадой несложное, умеренный полив раз в неделю, подкормка комплексными удобрениями, рыхление и прополка грунта. Но при семенном размножении существующие сорта не дают однородного потомства. Поэтому для получения однородного посадочного материала агератум часто размножают черенками. Агератум уникальный цветок для создания ландшафтных композиций. Голубые оковрики этого растения очень любят озеленители, которые выполняют с их помощью ландшафтные композиции на различных выставках цветов. Агератум хорошо подстригается, быстро дает молодую поросль и обильно цветет. Именно это качество делает растение очень удобным при создании ярких ковров и невысоких бордюров. Высаживать агератум можно вдоль дорожек, по краю цветника, большими группами на переднем плане газона так, чтобы получилось плотное яркое цветовое пятно. Растение можно использовать при озеленении террас, балконов, контейнера. Очень красиво агератум сочетается с оранжевыми и желтыми высокими бархатцами, белым львиным зевом, ноготками, цинией и так далее. Агератум вообще не боится ветра, поэтому его можно высаживать на балконах многоэтажных зданий. И помимо всего прочего, агератум хорошо смотрится в букетах. Всего вам доброго и до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok